Их дело возвращать имена. На этот раз родственникам двух красноармейцев сообщили о том, где захоронены их близкие. Поисковый отряд поколения вернулся из экспедиции. Подробности у Лилии Гуровой. У поискового отряда поколения не бывает каникул. Осень и весну ребята проводят в экспедициях, лето и зиму подготовки к ним. Недавно вернулись из походов. География раскопок Новгородской и Брянской области. Результат – останки 26 бойцов красноармейцев были подняты из земли. Благодаря найденному медальону нашлась и дочь пропавшего солдата в республике Татарстан. Дочь 30-х годов рождения. Уже нуждается в уходе. Человек престарелый. Но говорят, что очень тепло отреагировала на это. То есть была в шоке. То есть там давление поднялось у человека. Но была очень счастлива. Недевичье это дело ездить по лесам. Так говорят и Луни Новиковой близкие. Но девушка непреклонна. Все свое свободное время проводит в поисковом центре. Изучает материалы, проходит обучение. Серьезно готовится к своей первой экспедиции. Первым делом хотелось бы помочь найти безымянных солдат, погибших и вернуть их родственникам. Наверное, вот это лучшее было бы, что я бы сделала для них. С момента первого похода патриотического клуба прошло 19 лет. За это время поисковики обнаружили останки 900 солдат. 12 неизвестным красноармейцам вернули имена, нашли родственников. Всего в музее центра хранятся свыше тысячи трофеев войны. Не только по книге изучаешь, а и щупаешь историю руками, грубо говоря. То есть видишь, как строились, как бы копались там окопы, то есть где какие-то там сооружения строились. Уже в сентябре 40 поисковиков отправятся в лес. По последним данным, более миллиона солдат остаются безымянными.